Приветствую вас, написали вы многое, конечно, не так просто было проследить какую-то мысль. Что я хочу отметить важным в том, что вы написали? Ну, во-первых, наверное, то, что вы имеете опыт и невыраженные эмоции относительно своих предыдущих отношений. То есть предыдущие отношения я имею ввиду с другим молодым человеком, не тем, с которым мы сейчас встречались, а другим. Это первое. Второй момент. Второй момент, он заключается в том, что вы хотите угодить всем. То есть вы хотите, чтобы родителям вашим было хорошо, вы хотите, чтобы и вам было хорошо, вы хотите, чтобы молодому человеку было хорошо. Ну, то есть всем вы стараетесь угодить. Так мне показалось, вот, когда я читал ваше сообщение, конечно, могу в этом ошибаться, не претендую на истину, но тем не менее. А дальше, следующий момент. Вы пишите о том, что первый мужчина, который мы встречались, он вас как-то кинул, бросил, обманул и так далее. А этот мужчина ваш, вот, с которым вы сейчас общаетесь, с которым у вас сейчас отношения, он ведет себя, ну, мягко говоря, наверное, не лучше. То есть он, знаете как, вначале хотел быть с вами любой сыной, а потом, видимо, как-то с мамой поговорил. Она его надоумила, она сказала ему, скорее всего, что вы им манипулируете. Он ее там послушал и, в общем, это и как бы привело к тому, в итоге, что мужчина изменил свое поведение к вам. То есть, заметьте, он начал требовать от вас то, чего изначально не требовал. И он начал требовать от вас то, чего право требовать-то не имел, в принципе. Ну, нет, у него, не было у него право требовать от вас то, что он требовал. Это второй момент. Дальше. Дальше вы спрашиваете маменьки, ли он сынок. Вы знаете, мне не кажется, что он маменьки сынок, потому что, ну, маменьки на сынке, они ведут себя все-таки немножко по-другому. У маменьки на сынке отношение к своим, ну, отношение к женщинам немножко иное. Они, знаете, не ведут себя вот так, как вел себя ваш мужчина. Они ведут себя немножко все-таки по-другому. И говорить о том, как именно они себя ведут, ну, безусловно, долго. Но, тем не менее, мне кажется, что молодой человек использовал свою маму, как, знаете, как, ну, как аргумент. И все. То есть, ну, серьезно, ваша мама никогда вас не видела, и она, вот и с его мамой никогда вас не видела, и уже настроена по отношению к вам достаточно негативно. Ну, согласитесь, это, мягко говоря, странно. Как и странно то, что мужчина, ну, вот так резко начал прислушиваться к своей маме. Если бы он был маменьким сынком, он бы изначально как-то сомневался, он бы изначально как-то что-то говорил о том, что вот я, ну, не знаю, я хотел бы, по-моему, я планирую и так далее. То есть, вы бы сами это заметили бы, что он как-то вот не уверен. Но, поскольку никаких знаков, никаких признаков того, что мужчина как-то изменится в своей правительстве не было, то я думаю, что все-таки маму он использует в большей степени как, все-таки как аргумент. И да, вы повторили, конечно, здесь свою ошибку, вы, по сути дела, вновь как бы поверили человеку, хотя ничего кроме слов, вот лично я ничего кроме слов не увидел. То есть, да, была романтика, было что-то еще, но конкретно мужчина провел себя, ну, мягко говоря, недостойно доверия и недостойно мужчина, недостойно молодого человека, недостойно мужчина, которому дорогая его женщина. И из-за этого, из-за этого, может сказать о том, что вы, несмотря на свою наблюдательность, все-таки вновь попали на ту же, на те же грабли, что и пораньше. Пожалуй, только лишь с той разницей, что в этот раз мужчина действовал, ну, немножечко более умнее, что ли, может быть, немножечко более хитрее, но особого, особого, особого различия в этом я, если честно, не увидел. Потому что, ну, как бы вот, нету какого-то особого различия в том, что мужчина делал в первый раз, и что мужчина делал во второй раз тоже. И давайте мы тогда с вами попробуем подумать так. А почему вы раз за разом верите мужчинам? Почему вы раз за разом хотите им поверить? Покупаетесь на какие-то слова, да, на красивые обещания, но при этом игнорируете именно отношения мужчины, даже после того, как оно становится откровенно негативным по отношению к вам. То, что вы написали, что у вас нет отца, вполне возможно обращает вашу потребность в мужчине, потребность в такого рода отношениях. То есть вам нужно мужское плечо, вам нужно, чтобы было на кого положиться, вам нужно, чтобы было на кого опереться, но при этом, при этом все, вы жертвуете с собой, жертвуете своим достоинством, своей самостоятельностью, вы приносите в жертву эти качества, и это, на самом деле, вам только лично, к сожалению, вредит, и вредит вам довольно сильно. Соответственно, если это действительно так, то вам нужно прорабатывать детско-родительские отношения, значит, возможно, имелось место быть невыраженное переживание по поводу того, что у вас нет. Вам нужно прорабатывать предыдущие отношения, чтобы извлечь из них опыт, и, соответственно, скорректировать свое поведение. Дальше наш вопрос, который вы задаете. Догадки ли ваши по поводу того, что он маминский сынок? Ну, если честно, не догадки, вы-то ориентируетесь на то, что молодой человек вам говорит, это, в принципе, правильно. Но я бы не стал за чистую монету воспринимать все то, что мужчина вам говорит как раз. Почему? А потому что слова мужчины не всегда достойны доверия. Он сам наглядно вам показал своим поведением, что он легко может свою точку зрения сменить. И легко может оставить вас на личное количество времени. верить на слово такому мужчине ну, не стоит. Знаете, себе дороже будет, поэтому не думаю, что вот то, что вы делаете, то, как вы воспринимаете человека правильно. Не думаю. это то, что касается вашего вопроса относительно того, догадки для вас относительно маменьки и сынка. Дальше. Чувство вины. Чувство вины на самом деле связано с тем, когда вы чувство вины даже не так. Чувство вины связано с тем, что вы берете ответственность не за себя сейчас, а за что-то другое. Например, за условно говоря, например, за этого молодого человека. Условно говоря, например, за что-то еще вы берете ответственность. и вот по сути своей именно вот это то, что вы делаете, то, что вы берете ответственность за что-то другое, а не за то, что нужно, и вызывает у вас вину. Ну вот давайте подумаем. Прямо вот по факту стараемся подумать. в чем вы виноваты? В чем вы виноваты? В том, что пытались придерживать свои линии поведения, потом ради молодого человека сделали что-то еще. В этом вы считаете виноваты? Вы? Ну, если честно, я так не думаю. Я не думаю, что вы в этом виноваты. Виноваты вы перед родителями, что из-за вас там тянулся переезд и вы по сути подвесили их невесомости из-за своего увлечения скажем так молодым человеком. да, тут может быть, но опять-таки, опять-таки, родители это родители, это их жизнь. Помните, я вначале говорил, что не надо стараться быть, стараться сделать так, чтобы вы довольны были все, но все равно не получится. так вот, это тот самый случай. Ваши родители имеют свою собственную жизнь. Они сами решат, как им жить. Уезжать им, не уезжать, а у вас своя собственная жизнь. Если вы вините себя за это, за то, что родители у вас оказываются в подвешенном немножечко состоянии, то подвешен не стоит. почему? Потому что ваши родители уверены, сами прекрасно знают, чего они вообще хотят. И зная это, они также не дадут себя в обиду. А вам нужно решать свою собственную жизнь и обустраивать свою собственную жизнь. Это было бы правильно. А вы делаете вы это? Ну, как-то не очень. судя по тому, что вы испытываете чувство вины. Так, к сожалению, должен сказать, что если вы будете оглядываться на других людей, даже на родителей в личных отношениях, хорошего у вас не получится ничего. К сожалению. Вот молодой человек говорит все время вам не важно сейчас правда это или нет. Он говорит, вот мама, 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 а вы что, с мамой его будете жить? Вы что, с мамой его машине строить будете? Или что? Такой вопрос нужно молодому человеку задать на самом деле. вопрос у него с кем я вообще жить буду? С тобой или с мамой? Немножечко этот момент мне непонятен тоже. Почему? Потому что вы сами хотите вроде как хотите независимости, да? Но при этом вы позволяете себе зависеть и от молодого человека и от своих родителей. Я понимаю, что вас может быть так воспитали. Я понимаю, что может быть вы привыкли так, но это не есть правиль. И чувство вины ваше связано с тем, что вы постоянно в своем восприятии жизни, в своей жизни, кстати говоря, руководствуетесь какими-то другими вообще принципами. этого делать не нужно, потому что вам нужно о себе думать. Кстати говоря, привыкность по своей сути это означает, что вы не готовы меняться в соответствии с изменяющихся условиями жизни. Ну вот не готовы вы меняться и все тут. А надо. То есть те элементы, те моменты, которые вы использовали в своем поведении, на это уже не рассчитаны на изменившиеся условия. А вы продолжаете их использовать. Из-за этого проблемы такие вот. подъемы. Ну собственно на этом я думаю мы не закончим. Вам я могу рекомендовать только разобрать те моменты, о которых сказал. Я могу вам только порекомендовать продолжить беседу с специалистом, которого вы выберете. И тогда проблема подобной больше не повторится. на этом все. Надеюсь помог вам. Если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.